С наступлением холодов улицы городского округа заиграли осенними красками. Зеленую траву покрыло желтой листвой и десятки дворников вышли на сезонную уборку. Однако не все местные жители рады такому развитию событий. Ходят и говорят, например, в Москве вот есть такое как бы понятие, что листья не надо убирать. Вот дорожки убираем, люди как бы ходят, а на остальное как бы красоту это и любуются. И деревья защищают. Мы же вот деревья оголяем сейчас вот это все. Они сохнут, потом будет, как говорится, холод, потом будет соль. Вот это все вот. И деревья бывает, что не выживают зимой. Бытует мнение, что опавшая листва защищает корни деревьев от холода, а к весне из нее образуется перегной, который подкармливает растения. Чтобы узнать, как химчане относятся к осенней уборке, мы отправились на улицы городского округа. Я считаю, главное убирать с проезжей части, с тротуаров, да, чтобы излишней листвы не было. А на газонах пусть она будет. Раньше-то было, это может и полезно считается, как многие считают, но сейчас здесь ситуация на улицах, это загазованность, на ней оседает очень огромная пыль, всякую вот это, и от нее идет аллергия у детей, задыхаются дети. То есть приходится принимать постоянно антикистаминные препараты, поэтому я считаю, что нужно убирать. Лучше все-таки оставить листики, так как для земли полезнее, но эстетично, конечно, без листиков. Сбором опавших листьев в городском округе занимается более 80 рабочих. В среднем каждый участок земли убирается раз в неделю, но в тех местах, где листопад более активный, уборку проводят каждый день. Как говорят специалисты, это вынужденная мера. Возле большого клёна толщина опавших листьев может достигать 15 сантиметров. Если в первое время опавшие листья действительно выглядят красиво, то к весне они превращаются в толстый слой перегноя. Он пачкает обувь и не дает кислороду поступать к корневой системе растений. Если мы хотим того, чтобы этот газон в будущем рос, то есть на следующий сезон он не был под этим слоем листвы, которая гниет, соответственно, ее, конечно, необходимо убирать, потому что газон в среде, которая становится безкислородным, уже не произрастает. Поэтому в черте города этот вопрос как бы быть двухполярным не может. Уборка листвы будет продолжаться до наступления зимы. Благодаря этому весной с первыми лучами теплого солнца в городском округе появится красивый плотный газон.